Ха-ха-ха. Я знаю, вы очень много просили рассказать о читах, о фишках, которых никто не знает. И сегодня я, Ревен, в облике хакера взломаю сервер Age of Dina. Алексашка, администрация Age of Dina. Простите, что разбудил падре Ореги. Наш хакер объявился падрике. Он использует прием укул отбив, чтобы прощупать защиту. Не дилетант. Защиту пробить не в силах, но от нас все же ускользает. Толковый хакер. Офигенно толковый. Источник? Невозможно отследить. Сигнал проходит через сотни прокси-серверов, и в итоге маршрут теряется. Изворотливый. Внутренняя система безопасности. Не могу остановить его. Подбирается к внутренней системе безопасности. Вошел. Чего ради он туда рвется? Отключи его. Сию же минуту. Сию же минуту. Сию минуту. Сию место. Простите. Сия 1. Сия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую мои дорогие друзья! Я знаю, что вероятно каждый из вас когда-то сталкивался в игре с игроками, которые играли с читами. Сегодня мы поговорим и посмотрим, какие есть читы сторонние программы, которые взламывают игру The Isle. Также сегодняшняя тема будет о том, как можно обнаружить читера, по каким критериям можно понять, что игрок играет с читами. И наверное, самое главное, никогда не играйте с какими посторонними программами, так как это вам грозит пермаментным баном навсегда. Также хочется выразить благодарность администрации HFDNA, в частности Александру, за предоставленную возможность продемонстрировать на сервере HFDNA. Итак, чит номер один. Нюх, погнали! Нюх, это безусловно преимущество в охоте и для отслеживания следов. Все мы знаем, что понюхав мы можем обнаружить рядом следы, трупы и ближайший водоем. Я уже взломал систему нюха и покажу вам, ребят, как это работает. Давайте понюхаем. Мы видим, что для того, чтобы у нас включился нюх, нам требуется определенное время. Пару секунд. Наверное, многие знают, что индикатор отслеживания нюха, который сверху мы все видим, длится ровно 30 секунд. Через 30 секунд он пропадает. Давайте подождем, пока пропадет нюх. После того, как пропал нюх, ну или же компас, мы можем с помощью специальной команды его мгновенно включить, без какой-либо анимации. Как вы видите, нюх включился без какой-либо анимации. Индикатор нюха не выключится, пока мы сами его не выключим с помощью команды. Ребята, давайте выключим и перейдем ко второму чуду, который называется ночное видение. Безусловно, мы знаем, что такое Reshade. Это целая программа, которая устанавливается и на многих серверах он разрешен. Но проблема в том, что его надо настраивать и это не всегда удобно. Я вам сейчас покажу, как с помощью программы мы можем обойтись без Reshade, увеличив просто угол обзора ночного видения до бесконечности. Установив программу, мы можем обойтись и без Reshade. Просто нажав на одну кнопку, мы можем видеть все вокруг. Давайте включим Reshade и посмотрим, какое отличие от простого Reshade и от ночного видения. По мне, ночное видение намного удобнее, так как там нет таких пикселей, как в Reshade. Естественно, все эти программы запрещены и в случае обнаружения вы получите... Также с помощью данной программы мы можем устанавливать гнезда без анимации укуса. Все мы знаем, что такое перелом ноги. Это происходит, когда мы прыгаем с высоты и лишь нас во время файта кусает Рекс и мы просто ломаем лапу. Давайте сейчас я прыгну отсюда и сломаю себе лапу. Как вы видите, у меня сломалась лапа и я не могу бегать, а хромаю. Но с помощью одной волшебной кнопки мы можем себе восстановить хил лапы и бегать сколько угодно. Кроме всего этого, мы сейчас вообще не ломаемся и не важно укусит нас Рекс или же мы просто спрыгнем с большой высоты. Субтитры создавал DimaTorzok Стамина. Как же ей не хватает некоторым динозаврам, особенно Акричу. Также нам известно, что такие виды как Рекс и Фрайк стоя не восстанавливают свою стамину, когда они бегут. Давайте сделаем так, чтобы у нас была бесконечная стамина. Но перед тем, как включить читы, мы сначала побегаем и израсходуем свою стамину, чтобы все было наглядно, видно и понятно. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь с помощью просто одной кнопки мы просто восстанавливаем свою стамину и делаем ее бесконечно. Получается, что мы не ломаем лапу и у нас бесконечная стамина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Ребята, вы наверное видели, что когда я бежал на спринте, то мой спринт спадал через определенное время, но стамина не тратилась. Но как же сделать так, чтобы спринт не заканчивался и мы не теряли скорость? Кроме всего этого, мы сможем сделать так, чтобы спринт заряжался за секунду по одной кнопке. Ну что ж, давайте это сделаем. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok